Сессия называется «Педобразование во времена перемен». Это такое же название, что и книга, которую я ассоциирую с Великобританией, поскольку нет сомнений и нет никакого спора о том, что «Педобразование» проходит через эпоху, этап переизменений, проходил и будет проходить еще какое-то время. Если вы слышали мой ключевой доклад, позавчера вы знаете, что я очень заинтересован в отношениях между политическими изменениями, историческими перипетиями, культурными особенностями, социальными аспектами и, конечно же, нюансами «Педобразования». Поскольку «Педобразование», как я написал в нескольких работах, это чрезвычайно символично с точки зрения ценности, отражения ценности общества. И если приедут инопланетяне и будут изучать какую-то страну, будут смотреть, что здесь происходит, они будут смотреть на две вещи, чтобы определить, что происходит с обществом, что он на себе представляет. Первое – это инопланетянин, который не будет иметь какой-то гендерной принадлежности, он или она. Этот инопланетянин будет смотреть на детей в этом обществе. И я, конечно же, мне постоянно напоминают об этом, учитывая деятельность Ассоциации Корчика. Посмотрите на детей, как они, как вы к ним относитесь, как за ними следят, как их поддерживают, как их пестуют. Но, во-вторых, посмотрите на «Педобразование» в этой стране, чтобы понять, выяснить, что это общество и что эта страна ценит, и кто действительно контролирует всё, кто дёргает за ниточки. Потому что в системе педобразования вы увидите ценности этого общества, как они есть. И иногда вы увидите представленных неявно, когда те, кто готовят учителей, делают то, что они не должны делать. Но у них на этом причём есть серьёзные причины. Это моя такая небольшая преамбула вступления к теме педобразования в эпоху перемен. Я могу начать с отрицательных моментов, то, что меня беспокоит, но это не отрицательная конференция, поэтому я больше буду говорить о более положительных вещах. Я был искренне впечатлён тем, что я узнал о работе, которая проводится коллегами в педобразовании в таком большом количестве стран. И, конечно же, заинтересованы теми сложностями и теми вопросами, которые поднимаются, которые пытаются решить. Аналогим образом, какие-то из них похожи, какие-то разнятся довольно значительно. Это большая работа, которая проводится во многих местах, здесь, в России, в Швейцарии, в Португалии. И мы слышали о британском опыте и том, что происходит по ту сторону Атлантики. Но мне очень интересно узнать, что происходит в таких странах, как Болгария, что происходит в Польше и в Словении, в таких странах. Поскольку вы говорите по-английски, вы не всегда так часто слышите эти истории, истории из этих стран. И действительно интересно узнать то, что у нас так много общего, общих проблем, которые надо решать. Самое главное, все, в общем-то, сводится к главному вопросу. Когда мы говорим о педобразовании, где же те, кто определяют эту политику? Это справедливо для всех стран. Мы проводим очень интересную работу, исследования, научные изыскания. Они действительно комплексные, глубокие, удивительные сами по себе. Но как мы доносим это до людей, которые определяют курс этой политики в области образования? Я бы хотел послушать, конечно же. Но я не полностью убежден в том, что они достаточно хорошо нас слышат и слушают. И это то, что я... Вот один из выводов, которые я сделал по этой конференции. Что касается положительных моментов, то, что я заметил, то, что мы находим различные способы достучаться до этих людей, которые решают это, определяют эту политику. Именно с точки зрения принятия решений. И пытаясь понять им, увидеть, помочь им увидеть наш мир, то, как его видим мы. И это положительный момент для меня, конечно. Я очень впечатлено многообразием различных опытов и того вклада, который мы все делаем, каждый по-своему. Я думаю, что нам нужно слушать очень внимательно, чтобы понять друг друга. Поскольку каждый опыт, которым мы делимся, показывает какие-то естественные, присущие всем вещи. И какие-то вещи, которые мы порой даже не всегда можем объяснить. Я думаю, что мы используем ситуации. Мы используем терминологию, мы говорим о ситуации. Но иногда мы подразумеваем разные вещи. Мы говорим о разных вещах. Я думаю, что самая главная задача, главный вызов — слушать и пытаться понять, в чем же суть того, что нас пытаются нанести. И как они используют термин. И какой понятие стоит, какой концепт состоит за тем иным понятием. Конечно же, очень важна роль исследований. Потому что педообразование должно базироваться на исследованиях. Но на чем основано это исследование, что мы должны использовать? И это то, что меня действительно впечатлило. Да, то есть тот опыт, который мы все приносим, учиться до конца понимать то, что написано между строк порой. И то, что у нас роднит, и участие, открытость, интерес, дружелюбные отношения, хорошая атмосфера, которую мы делимся друг с другом. Это действительно меня впечатлило в рамках интерконферента. Я бы хотел поделиться с вами моим опытом в рамках тех сессий и докладов, в экспертном знаниях по учителю 21 века, на которой я участвовала. У нас было очень интересное обсуждение о будущих компетенциях будущего учителя и предстоящих цифровых компетенциях, которые реализованы в цифровом пространстве. И то, что ожидается, будет в центре нашего внимания. Обширных и вертикальной размерности тех, которые мы должны развивать в рамках нашей зоны ответственности, нашей профессиональной подготовки. Мы обсуждали этот вопрос с разных точек зрения, в том числе и с учетом того опыта, который находится в Казани, и в европейских странах, и в других странах, и как это рассматривается с точки зрения преподавателя. Именно вопрос пространств, то есть ситуации, с которой сталкиваются начинающие учителя, дети в классных комнатах. И не только они, но и преподаватели, которых даже и сами преподаватели не подозревают. Поскольку вот эта зона, среда, в которой происходит обучение, она очень подвержена этим цифровым изменениям. И нам необходимо пересмотреть то, как мы работаем с нашими студентами, как мы доносим до них информацию, как мы определяем образовательные процессы, как мы привлекаем их внимание. Добрый день. Спасибо, что пришли. И, возможно, я бы хотел подчеркнуть многообразие подходов, но и то общее, в том числе в плане проблем, с которыми нам приходится сталкиваться, которые мы должны решать. В частности, что касается педобразования. И даже несмотря на то, что у нас есть какие-то общие вызовы и сложности в педобразовании, я думаю, что контекст, безусловно, имеет большое значение. Очень важно обращать внимание на контекст. То, что я понимаю, то, что когда мы изучаем вопросы с нашей личной точки зрения, в нашем собственном контексте, мы задаем определенные рамки. Я должен сказать, что две вещи. Первый — это контекст, в рамках которого мы должны рассматривать наши проблемы, хотя они, конечно же, в других контекстах, можем участвовать и рамки, которые мы задаем. В общем-то, это прикликает с тем, что сказал Мануэл. Возможно, мы используем аналогичные слова, термины, но мы имеем под этим разные вещи. И это, конечно же, связано с лингвистическими, языковыми нюансами, трудностями перевода, поскольку если мы общаемся на английском, а слова в английском имеют несколько значений, и мы можем подразумевать под этими словами определенные коннотации с точки зрения наших языковых особенностей, культурных аспектов. Это то, что я хотел бы подчеркнуть. И, конечно же, с точки зрения вопроса, о котором я размышлял в эти дни, слушая различные презентации и ключевые доклады, вопрос, связанный с не с будущим, а как мы видим педобразование, как Мануэлла это говорила в ее презентации, в таком пространственно-временном континууме. Поскольку в разных контекстах этот континуум, начальное педобразование и так далее, и следующие этапы, и следующая профессиональная переподготовка и подготовка. В Европе, например, у нас есть единый формат, единое поле, в котором это все происходит, в котором есть также разные подходы. И я хотел бы подчеркнуть период адаптации, перехода, поскольку, к примеру, в Португалии и других странах мы готовим преподавателей на уровне магистрских степеней. И вопрос, что дальше? Что будет дальше после того, когда они после получения этой степени отправятся в школу? Да, конечно, интересные отклики, интересные ответы. Я хочу ответить на собственный вопрос, что потрясло меня на этом форуме. Это о том объеме исследований, которые проводятся в педобразовании. Я работаю в шести университетах за свою профессиональную карьеру, и все они касались развития области исследований, касающейся качества и количества исследований. Но, честно говоря, за 40 лет в своей карьере никогда я не видел такого объема, такого масштаба, как в Казанском федеральном университете. Это, конечно, очень значимо, что здесь делается, что уже сделано. Как люди собирают вместе для того, чтобы поддержать друг друга в их исследованиях. И развиваются международные связи, и такая конференция, как данная, может стать очень важным событием в международном календаре. Я уже говорила об этом, но это очень сложно, организовать такое сообщество, которое собирается на этой конференции. Это меня, конечно, хорошо удивляет. И это история Казанского университета, в которой мы списываем свою страницу. Да, мы услышали пять ответов на вопрос. А вы, как аудитория, пожалуйста, если вам интересно, вы можете взять микрофон и можете ответить на тот же самый вопрос, что показалось вам самым важным на этой конференции. Или вы можете задать свои вопросы участникам нашей дискуссии. Я здесь первый раз, мне здесь все очень нравится. И поскольку вы очень опытные, я хочу всем вам задать вопрос. Какие еще вещи вы бы хотели, рекомендовали организаторам следующей конференции? Что вы думаете, можно еще привнести, чтобы сделать конференцию лучше? Я думаю, самое важное – это провести следующую конференцию. Действительно, это будет самое важное. Мы предполагаем, что она, конечно же, случится. Но она не произойдет, если кто-то не начнет работу. Я знаю, что в конце буклета, в конце программы у нас есть все данные. Но в плане конференции я бы хотел на следующей конференции увидеть учителей, которые работают в школе. Я никогда не говорим о простых учителях, но нет ничего более важного. Нет простых учителей. Все учителя необыкновенные. Я бы хотел увидеть здесь учителей, которые работают в школах, которые делают интересную работу. Может быть, есть какие-то группы, которые работают в лабораториях. Но мы бы хотели услышать о том, что происходит в жизни учителей. Я думаю, это будет просто исключительная дискуссия, панельная дискуссия. Я бы очень хотел услышать об опыте учителей в современной Казани. Вот что мне бы хотелось увидеть на следующей конференции. Я думаю, это третий раз, когда я посещаю этот форум. Да, я согласна, что с каждым годом он становится все больше, интереснее, лучше, набирает силу. И я хотела бы еще раз поздравить всех организаторов с проведением этой конференции. И я думаю, одно измерение, которое можно было бы включить, еще один момент, который можно включить, потому что это важно в плане конференции, это пространство для дискуссии, для обсуждений. Это не просто один или два вопроса после выступлений основных докладчиков. Это может быть очень интересно, если в конце мы будем обсуждать результаты. И после дискуссии или круглых столов, как бы мы ни называли их, мы должны обозначить ключевые темы, а потом мы должны прийти к каким-нибудь, если не заключениям, то по меньшей мере к каким-то своду вопросов, которые могут быть интересны всем. Мне кажется, что этот форум совершенно потрясающий. Я, наверное, может быть, что-то пропустила по сравнению с прошлым годом. Это круглые столы. И в этом году этот круглый стол не был включен. Я думаю, что важно включать круглые столы по обсуждению проблем. И Казанский университет вносит такой вклад в развитие научных журналов. И мне бы хотелось услышать именно развитие журналов и в европейском проекте в эволюции социальных наук и гуманитарных наук. Я думаю, что это переход к новому разнообразному, способу опубликования своих результатов. И я думаю, что азиатские страны отличаются от Европы или от США. И я думаю, что, может быть, в следующем году организаторы снова организуют это событие. у нас здесь профессор Флорес, соиздатель европейского журнала. И я думаю, что это будет очень интересный вклад, если мы будем вовлекать еще большие страны. Да, я думаю, что это хорошая идея. Но когда вы проходите хорошую конференцию и вы находите какие-то интересные идеи, какие-то интересные идеи теряются, я не знаю, что можно еще сделать лучше. Я просто хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой конференции. Она действительно очень высокого качества. Ну, может быть, какие-то, конечно, возникнут какие-то идеи, что еще можно сделать. Но мы всегда что-то упускаем, мы иногда забываем, что было очень хорошим, что мы должны поменять. Конор думает еще что-то. Да, у меня еще есть одно пожелание. То, что говорил Эммануэла, я думаю, что эта конференция должна длиться больше, хотя бы на один день. И в этот день у нас было бы время представить и услышать голос учителя, практика. Я еще подумал, что было бы здорово увидеть возможность для молодых исследователей, которые только начинают свою докторскую работу, работу по написанию диссертации. Для них было бы прекрасной возможностью работу по системе образования, по самому образованию, особенно основанное на гуманитарных знаниях. мы сосредоточены на технологиях, на науке, но мы забываем такие вещи, как образование на основе гуманитарных знаний, искусства и так далее, на самом начальном уровне, который является междисциплинарным по своей природе. И я думаю, мы бы могли организовать такой форум, на котором молодые исследователи пришли бы и поделились своими знаниями и идеями на таком, в такой дискуссии. Я думаю, это было бы неплохо. И я думаю, что это была бы так называемая подконференция, конференция внутри конференции, на которой молодые ученые могли бы поделиться своим опытом. Музыка